Так, начинаем, коллеги, нашу очередную встречу. День 25. Коллеги, начали мы в декабре. Я помню, когда в декабре, в начале декабря начинали, даже был шанс, что если бы плотно шли каждый день, приветствуем всех, приветствую, Александр. Плотно, если бы шли каждый день, то может быть даже до Нового года бы закончили. Но так как там был большой перерыв, там больше недели в декабре, потом был перерыв еще, потом еще. И сейчас вообще вот у меня немножко плотно получилось, получилось 4 дня перерыв, потому что 2 дня выходные, 2 дня, вот неделю, вторник я там плотненько пришлось поработать вообще. Так, коллеги, поздравляем, что мы все еще двигаемся, что еще мы все не пропали. Да и дал ссылки. Вот, если надо, коллеги. Вот сегодняшняя презентация. Вот прошлая презентация. Это тоже примерчик, помните, у нас был в тот раз. Ну такой, вообще-то не очень интересный. Вот. Сегодня будет поинтереснее, коллеги, потому что сегодня Людмила прислала, ну не сегодня, да, сегодня утром я получил, вот, прислала чуть раньше, но я там 2 дня вообще был настолько отключен, что даже почту не смотрел. Прислала обь, ту самую обь, которую мы уже смотрели. Александр, а не могли бы выложить несколько образцовых отчетов? Нам это было бы очень полезно. Да, обязательно, да. И как раз, в общем-то, если бы мы не отвлекались в прошлый раз на разбор участков, и сегодня, если бы не отвлекались на разбор участков, то как раз у нас следующая тема, это написание раздела уже. То есть до этого мы как бы куски разные делали, собирали исходные данные, там методы расчетов, там карты. Вот, все. Теперь, в общем-то, и это будет следующая встреча. И скорее всего, следующая встреча завтра, в четверг. И там как раз я дам. И теоретически, вроде бы, считается, что я делаю много отчетов, но вроде бы они все в собственности заказчика. Поэтому, вроде бы, вроде бы, чего-то я дать и не могу. Вот. Но я дам. Я дам вам обязательно один полный отчет. Ну, не полный. Ну, в общем, дам кусок. У меня есть один отчет, который у меня не оплачен. Поэтому он у меня получился как бы в моей собственности. Вот. Другое дело, что теперь проблема с тем, что такое образцовый отчет. Наверное, нет образца. Нет образцового отчета. Образцовый. И сейчас мы вообще об отчетах не будем говорить. Сейчас мы будем говорить в основном о разделе по основным процессам. О разделе. Вот. Какой образцовый раздел? И, в общем-то, этот вопрос мы поднимали, да. Так. Виталия не вижу. Виталия поднимала. Или, по крайней мере, обсуждали мы эту проблему. А что вообще такое хороший идеальный отчет? И, в общем-то, к ответу не пришли. Было много разных идей. Ну, на мой взгляд, самый идеальный отчет, как бы, слов мало, а пользы много. То есть, не обязательно, чтобы там было много понаписано. Главное, чтобы он хорошенько испугал проектировщика. Главное, чтобы он дал то самое главное значение, то самое страшное число, которое его должно напрячь. Приветствуем, Игорь. Вот. Поэтому как раз завтра мы к этому перейдем. И как раз я завтра и дам. Вот. Другое дело, что как раз буду говорить о том, что это не идеал. А это вот как-то и не образец. Это просто пример. Пример. Вот. Потому что, коллеги, если я вам дам какой-то, вот, и скажу, что вот это идеал, это правильно, и вы еще в это поверите, то нас с Марку вообще мы встречались. Потому что, если вы будете попытаться... Так. Раз, два, три, четыре, пять. Как слышно? Как слышно? Так. Плюсик. Отлично, коллеги. У меня что-то какая-то здесь бяка вылезла. Написала, что из-за потери связи. А потери не было, да? Вот. Про идеальный отчет. Это очень плохо, если будет действительно какой-то идеальный отчет. Вот. Верная глава в прошлом процессе. Вы поверите, что это так, и вы будете пытаться ее воспроизвести. Это очень плохо. Это то, что не нужно. Потому что вот отчеты внешне очень похожи. Последовательность написания разделчика, она уже такая жесткая, ну как... Она слишком простая. Я ее уже показывал, если у нас сегодня 25-й день, то я ее раз в 15 показывал. Это необязательная какая-то теория. Необязательные ссылки и нормативы. Потом не очень обязательное описание участка. Описание участка для себя, чтобы самому прочувствовать и понять, что там происходит. Затем расчеты плавных деформаций, расчеты глубинных деформаций, оценка воплевых проток. Если мы все это получили, у нас построение само ППЛ. Если его построили, мы это и все описали. И потом микрозаключение по главе, в котором есть две части. Это выводы, то есть такой-то отметка минимального размона, или такой-то плановый максимальный размон. И рекомендации. Необязательно. Это, кстати, не обязательно. Это и в случае, если вы просто хотите помочь проектировщику, вы можете подсказать, как интерпретировать вот эти ваши полученные значения. Все. Это вот такая схема. И в таком виде, в простейшем, слишком простая, смысл заключается в том, что каждый участок уникален. Каждый участок необычен. И поэтому внутренняя начинка идет не от формальной структуры, а от понимания, что же там происходит в этой реке. И сегодня, коллеги, это секрет. Вроде бы я сказал, что завтра я дам вам кусок отчета. И там я покажу, как это делать. Коллеги, сегодня этого не будет. Формально как будто бы не будет. Вот слов не будет, которые в отчете и все такое. Но мы сегодня рассмотрим два участка. И эти участки разные. Вот они совсем разные. И они даже разные не только между собой. А они вообще отличаются от тех классических, типичных, каких-то других участков на больших реках, на малых реках, каких-то идиллизированных. Вот. И каждый раз у нас основной целью будет понять, что там происходит. И вот сегодня, пробегая, рассказывая сначала по одному участку, по АБИ, который прислал Людмила, потом рассказываю Волгу, который я делал в понедельник-вторник. Это вообще-то и будет на самом деле уже отчетик. Просто это надо вот увидеть. То есть, коллеги, вот кому нужен очень жесткий сценарий, вообще-то вы его уже получили. Вот кто хотел, коллеги, кто хотел жесткого сценария, вы это получили. Мы последовательно шли по разным методам расчета плановой информации. Мы поняли, что надо сделать плановой информации. Ну, и тут правда, когда надо. Потому что иногда плановой информации могут быть неинтересны. Тогда их делать не надо. Когда? Ну, например, у вас изыскание под какую-то опору ЛЭП, которую хотят построить среди реки, в центре реки. И все. Вот там плановой информации будут не нужны, потому что там это неинтересно. Вот. Разные методы рассказывали. Последовательно шли по разным подметодам. Я рассказывал, в каких случаях, в какой использовании. Потом все то же самое сделали по глубинной информации. Тоже был там веер, тоже мы смотрели. Вот. То есть, кому нужна формальность, коллеги, все. Вы уже все имеете. А теперь вот переходим уже не на формальность, а вот... И теперь вообще-то бы надо, чтобы вы сделали. Вот Людмила у нас в третий раз, наверное, будет победителем вот уже этого тренинга, шестого нашего. Она, наверное, в третий раз будет победителем. Потому что она вот сейчас вот этой обею интереснейшей, которую я вам сейчас буду показывать, она показывает, что она решает, думает, смотрит, собирает материалы, анализирует. У нее есть предыдущая работа, выполненная другим человеком по этой ППРу, построенная. И она говорит, вот, ППР уже был, а вот я считаю, что здесь вот надо вот так вот построить. И вот, коллеги, вот это, вот эта вот суть, вот это понимание вот этой реки, это вот это самое главное. И раздел заключается формально в структуре той, которую я вам описал, а реальности по сути, по внутренней, вот это растолковую, как я взял исходные данные, как я подумал, где я засомневался, что я принял и что получил. Вот так, коллеги. Поэтому, ну, это, вы уже получили этот образцовый отчет. Вы сегодня незаметно получите. Вот, и завтра тоже дам уже, ну, для тех, кому нужно, чтобы был прям текст. Вот, все это будет. Так. Ну, и переходим к первому участку. Это ОП, присланный Людмилой. Вообще, молодец. Просто супер.